Друзья, всем привет! Меня зовут Света и добро пожаловать в наш блог Псы Городских и Краин и просто вот я самый неудачливый блогер наверно на земле, потому что я только что записала для вас прекрасное видео, вот на эту же тему и поняла, что я не включила, блин, пуск. И я перезаписываю всё заново, это будет, конечно, гораздо более позитивное, расслабленное видео. Вот, сейчас я должна выпить кофе. Друзья, это видео, конечно же, вдохновлено некоторыми постами, статьями, заметками многих других собачников и также кинологами, заводчиками. В общем, очень многими людьми, кто держал собак, кто пережил собак, кто терял своих любимых друзей и все как один, ну, в общем, конечно, не все, но очень многие говорят о том, что мы очень много требуем от своих собак. Мы требуем их быть удобными для самих себя. Я сейчас, конечно же, не говорю о служебных породах собак, о собаках, которые работают в полиции, охраняют, там, посудовед и так далее. Я, конечно же, хочу в первую очередь поднять тему животных, которые вот живут с нами, мюсик, который чешется здесь. Кстати, давай, друзья, у него нет блог, у него всё в порядке, просто он иногда таким образом просто выражает, или он не знает, что делать, или он просто... Ну, что-то, в общем, это нервное. Так у него всё в порядке с здоровьем, в общем, имейте в виду. Да, привет! Вот он, Люсь. Такой сладкий, я же не могу. Я его, кстати, зову всё-таки Хлебушек, а не Пирожок, потому что он, типа, как чёрный хлебушек, как Измайловский. Такой хороший. Боже мой. И я опять сбилась с мысли. Мы очень много требуем от наших животных, очень многое. И вы знаете, что многие родители воспитывают своих детей удобными детьми, то есть они запрещают им выражать какие-то свои негативные эмоции, злиться, плакать. Они требуют их быть, там, хорошими, послушными, отличниками и так далее, но просто потому, что они не хотят, например, ходить на артельские собрания, там, краснеть, высушивать что-то. В общем, удобные дети. И потом, когда такие дети вырастают, они, конечно же, уходят там из дома, строят свою семью, свою жизнь. И они становятся собой, хотя это очень часто идёт так, болезненно, скажем так. Вот я была именно таким ребёнком. Но я сейчас говорю к тому, что мы так много требуем от своих собак, чтобы они ходили рядышком на ноги, чтобы они не подавали голос, когда это не нужно. Чтобы они ходили в туалет с дорогой на улицу и так далее, не лазили на диваны, ну, у кого-то лазают, ну, у кого-то не лазают. Чтобы они были прям, я не знаю, ну, уж лучше в таком случае, наверное, вообще никого не заводить, знаете. И, блин, я сейчас просто расскажу на собственном примере, почему это так сильно во мне откликнулось. Я не идеальный хозяин абсолютно, и я не кинолог. И всё, что я вам рассказываю, это сугубо мой личный опыт, подкреплённый и опытом, и знаниями, и советами других людей, и прочитанной литературой. Но в любом случае я не эксперт и необычный человек, который очень-очень сильно любит животных. Я повторю, что мои животные, они помогли мне выбраться из депрессии тяжёлой, и помогли мне посмотреть на этот мир более позитивным взглядом, и дали понять, что, блин. Есть, ради чего жить в этом мире пока что. Вот я уже, конечно, углубляюсь в такую философию. Но я была отвратительной хозяйкой, особенно своей первой собаке, когда я была ещё ребёнком. Я, конечно, единственный плюс, я очень много с ней гуляла, потому что я была ребёнком, как бы я постоянно пропадала на улице, у меня не было никаких компьютеров, там, я в любом их девиостах. У меня не было ни интернета, ни компьютеров, я всегда была на улице, и всегда была с собой, свою собачку. И в этом плане, наверное, она была счастливой собакой, очень спортивной, она очень молодо выглядела до самой старости, хотя питание у неё было такое себе. Сейчас я же смотрю, блин, кормили просто, чем придётся, и сухой корм, и натуралка, и супы, и хлеб давали. И страшно признаться, но я даже давала ей дольки шоколада, типа, ой, ну, побаловать. Никогда не делайте так, никогда не давайте собакам шоколад. Ну, есть, конечно, собачий шоколад, это исключение. Ну, просто вообще любую еду со своего стола, такую взрослую человеческую, лучше, конечно, никогда не давать. И, блин, моя вторая собака, Линда, сейчас у нас, конечно, всё с ней замечательно. Примерно, сколько? Линде сейчас 6 лет. Да, ну, вот первые два года я воспитывала её совсем не так, как нужно. Это я уже сейчас своим разумом понимаю. Когда Линда только появилась у меня, я очень боялась её испортить. Это в кавычках слово, конечно, испортить. Я переживала, что она будет остаться дома, что она меня будет, как бы, она будет надо мной доминировать. Ну, прикиньте, белая швейцарская общарка доминировать. Зачем я вообще думала? Ну, я думаю, ну, служебная порода собак, да, ей нужен сильный хозяин, с сильным характером, который, ну, как немецкая овчарка, да, вы понимаете. Собака, которая должна работать. Но я не учла эту вещь, что Бэшио, это не немец, это совсем другая порода, это очень нежные, ранимые существа, которым, ну, сугубо позитивный подход. Я не говорю сейчас в этом видео конкретно, да, про бесконфликтную дрессировку, про конфликтную, вот просто вот обобщаю. Бэшио, ну, это совсем другие собаки, они не доминируют, блин, у них вообще даже мыслей таких нет. Кстати, в отличие от этого малыша, который где-то здесь рыхнет, надеюсь, вам видно, вот у этого есть такая склонность, но он доминирует сугубо над Линдой. Он старается уже качать свои права, а надо мной, над моей семьей вообще никак, он никогда на нас не будет рычать, он не кусается, он совершенно не проявляет вот этого своего характера. Ну, иерархия уже, так или иначе, выстраивается, кошка уже давно под себя подмял, хотя она сопротивляется, конечно. Ну, все равно, это все ерунда, ребята. Я не говорю о собаках серьезных, о кавказских овчарках, среднеазиатских, о тех породах собак, которым реально требуется сильный владелец, который и пёс будет реально ощущать физическую, в первую очередь, силу, да. Я уже не говорю даже о гендациональном, стабильном фоне человека. Ну, просто нам нужно отстать от своих собак, нам нужно купить большие длинные поводки, и вы знаете, у меня Люси гуляет на рулетке, я вижу, насколько ему кайфово на этой рулетке, 5 метров, и он маленький, он бегает, как будто вот без поводка на этой рулетке. И я, в принципе, контролирую, я уже так приловчилась к этой рулетке, и вы знаете, блин, у меня привлекнула мысль, что я Линде тоже хочу купить нормальную, хорошую рулетку, но чтобы она просто гуляла в городе комфортно. Ну, у Линды гуляет на коротком обычном поводке, ну, не 5 метров, где-то 2,5, ну, что такое, даже 2,5-3 метра вроде. Ну, в общем, это короткий поводок, потому что Линда очень большая собака, и она вот два шага прошла, всё, поводок кончился. А какой комфортной прогулки там, понюхать, посмотреть, пробежаться, вообще может идти речь. Я подумала, блин, Линда, тебе 6 лет, я должна тебе баловать, я должна предоставить ей максимально комфортные условия, потому что столько лет мы вместе, столько мы пережили. И хорошие были моменты, и не очень приятные, и нервы были, но, блин, это моё родное существо, которое просто, ну, не знаю, у меня... Ну, видеть счастливые глаза твоей собаки на прогулке, это очень-очень дорогого стоит, как мне кажется, поэтому я решила сказать и Линде рулетку. Поэтому пусть гуляют, тем более город. Город — это опасное место, и в городе я никогда не пущу собак бегать, потому что до вечера случилось, знаете, что у Линды у меня вот типа послушная-послушная. Ну, что-то мы гуляли с мужем, и с Люсиком, и с Линдой, а когда мы гуляем с мужем, в Линду вселяет какой-то бес. Это просто, я не знаю, вот именно с моим мужем, или даже просто с кем-то ещё со мной, это совершенно даже с Люсиком послушнейшее существо. Как только я выхожу с мужем, она просто какой-то бес в ребро у неё. Вот, и бес в ребро до такой степени, и она бесилась, что мы шли по дороге между дворами, а по этой дороге, ну, тоже иногда ездят машины. Линда сильно меня потянула вперёд, я чуть не шмякнулась, я, короче, её дёрнула обратно, и она вывернулась из ошейника. Вот. И тут из-за поворота вылезла машина, и Линда побежала под машину, я начала орать, кричать, она ничего не слышит. И благо водитель резко затормозил, и всё обошлось, даже и удара никакого не случилось. Я, представляю, водитель, конечно, материл меня, но это было заслужено на самом деле. Это был мой косяк, я потом уже стала сильнее затягивать ошейник. Он у меня... Вы знаете, я на самом деле ношу Линди ошейник, чисто символически, он такой болтается, он у меня совершенно не затянутый. Вот, потому что она как-то, ну, никогда не вворачивалась, она никогда не убегала. Но тут что-то, блин, бес в ребро, что называется. Вот. И да, хочу купить рулетку, и пусть гуляют. Вы знаете, я повторюсь, что, блин, наши собаки так мало живут. И это просто меньшее, что мы можем сделать, обеспечить их прогулками, играми, обнимашками, поглаживаниями, вкусняшками. И перестать от них требовать быть суперудобными, суперпослушными, вот такими вырезанными собаками с обложки, или которые вы видели там в фильмах. Вы знаете, вот, говорят, что самый-самый, наиболее приближённый к реальности фильм о собаках, который нужно посмотреть вообще каждому человеку, кто хочет собаку, это фильм «Марли и я», и, может быть, ещё «Бетховен». Вот. Ну, в той или иной степени тоже там есть такие моменты, совершенно спорные. А всё остальное, фильмы о собаках, это слишком всё очень наигранное. В жизни таких собак вы вряд ли найдёте. А вот «Марли и я» и «Бетховен» два таких фильма, которые реально показывают настоящую собачью сущность, проблемы, с которыми сталкиваются практически все собаковладельцы. И к этому надо быть метовыми, и это нормально. И я очень жалею, что первый год с Линдой у меня прошёл вот так в строгости постоянно. Я всё время там «туда нельзя, это нельзя», кричала, одёргивала. И Линда просто потеряла ко мне всякое доверие. Я стала в её глазах такой злой, вечно требующей ещё там хозяйкой. Когда я осознала это, благо это ещё не было слишком поздно. Мне так стало стыдно, серьёзно, ребята. Это просто ужасно. Когда твоя собака... Вот ты зовёшь свою собаку, она поджимает уши и боится к тебе подойти. Ну, это просто... Господи, какой ты... Я какая-то мигериша, я стервозина в глазах своей собаки. А как же дружба? А как же преданность? Этого не было, ребята. И начался наш долгий-долгий путь завоевания, доверия, Линда. И сейчас у нас, конечно, всё хорошо. И да, с Бэшо, конечно, нельзя так обращаться, наверное, с любой другой собакой, которую вы заводите в качестве компаньона, любимца для своей семьи, для себя. А вот Люсик... Люсик спит. С Люсиком я сейчас избрала совершенно другой путь. Я разрешаю ему лазить на диван. Я очень много ему позволяю. Я его... Я, конечно, ругаю, когда он что-то такое делает, типа грызёт. Но это не длится долго, я понимаю. Он щенок. Ему всё интересно. Все щенки познают мир на зуб. И он будет всё грызть до тех пор, пока у него не сменятся зубы, пока он не удовлетворит вот это вот первичное снячь и попытство. Все щенки так делают. Все щенки кусают своих матерей, своих собратьев. И они будут кусать вас, потому что они вас кустают, что они вас ненавидят. Просто-таки, может, они вас... Они так с вами взаимодействуют. Это нормально. И другое дело то, что мы тут трясёмся за каждую там свою вещь, за свой ремонт. И там тапочки и прочее. У меня вообще какие-то тапочки спокойные. И как бы я им всё позволяю. Ну как, если я его за что-то ругаю, то это такая, знаете, очень короткая. То есть я сказала, фу, нельзя, так делать нельзя. И всё. Потом я сразу же внимание переключаю. Либо мы начинаем что-то там с ним делать, либо я сразу беру игрушку. То есть я очень стараюсь не травмировать его, чтобы он не видел во мне что-то такое злобное, большое, нависающее над ним. Ну, вы понимаете. И то же самое на улице. Я не знаю, что я стараюсь пресекать лай без повода. Потому что это шиперки. Здесь шиперки достаточно шумные собаки. Мне бы не хотелось стать одной из тех хозяек, чьи собаки постоянно там лают. Да всё. Там человек прошёл, они лают. Собака вдали, они лают. И там любой шумовой раздражитель. Они начинают проявлять свою сущность. Вот я стараюсь над этим работать. Вот. Ну, более-менее нормально. Он как бы не агрессивный мальчик совершенно, но, наверное, бывает без повода вот эти вот буфки, вувки и гавки. С этим, да. Но в целом, очень стараюсь сейчас просто любить его. И нет ничего более приятного, когда твой пёсик подходит к тебе сам, ластится к тебе, лежит тебя в нос. Вот не просто позвала его там, иди сюда, гладиться будем. А вот он сам к тебе подошёл. Или просится на диванчик, делает потягушку на тебя. Ну, потягушка, вы знаете, он любит подходить, класть лапки на тебя, вот так вот, и потягушку. И это так мило смотрится, так мило поджимает ушки, и просто очень милота. Думаешь, ну как можно кричать на этого малыша? Ведь он не хочет с тобой ссориться. Он не хочет идти на конфликт. Он хочет с тобой быть всегда на полюбовных отношениях. А ты там, а, это нельзя туда не ходить, сюда не ходить. На самом деле, если я Люсика сейчас ругаю, то это часто, ну я просто забочусь о его здоровье, чтобы он не съел ничего, не траванулся. Вот такие конкретные моменты, которые могут каким-то образом обредить его жизни. Вот. Друзья, я завершу этот ролик, но мне кажется, что я опять не сказала вообще всего, что хотела. Ну, я думаю, вы умные ребята, и вы поняли эту главную мысль. Которую я хотела бы до вас донести. В любом случае, пишите свои комментарии под видео, пишите свои мысли, если у вас были подобные истории со своими собаками, что вы, например, были к ним очень строги, и к чему это привело. Вот. Ну, в общем, поделитесь своим опытом, не забывайте подписываться на мой инстаграм, и читать наш блог на Дзене, по-своему, городских и краях. Оставляйте свои запросы, если они у вас есть. И да, друзья, конечно, у меня запросов на самом деле уже на год вперед, очень много вы оставляли запросов на породы. Но я все выполняю. В любом случае, друзья, даже если я не сниму видео на ваш запрос, то я сделаю либо пост в инстаграме обязательно подробный, либо напишу статью на Дзене. Вот. То есть подписывайтесь, следите. Я постоянно вот в этих трех опиталищах я постоянно плаваю. Это вот YouTube, Instagram и Дзен. Все ссылки в описании. Все, друзья, любите своих животных и, в общем-то, все, наверное, это самый главный секрет любого воспитания хорошей собаки. Все, друзья, пока-пока. Очень скоро увидимся в следующих роликах.